Здравствуйте! В эфире программа «Экономика в деталях». Развитие этой сферы, уверяют эксперты, зависит от постоянного притока инвестиций. Любой бизнес-проект требует больших затрат. Но зачастую предприниматели испытывают нехватку свободных средств. На помощь приходят государственные программы, переводные займы. Начинали дело в небольшом цеху и очень быстро нарастили мощности. У руля этого малого предприятия стоят супруги Афанасьевы. Семейному бизнесу всего 5 лет, но он уже конкурирует на рынке с ведущими производителями. Здесь выпускают домашние тапочки, спортивные обувь и детские ботинки. Модельный ряд довольно широкий. Продукцию реализуют по всей стране. Предприниматели отмечают, что спрос на нее растет. Наше производство набирает обороты с каждым годом и находит больше потребителей в России. И надеемся, что у нас как бы развиваться в будущем еще больше. Тапочки, выпускаемые нами, пользуются спросом и в Сибири, куда мы поставляем наши продукты, и в Москве, и в разные регионы. Кировская область, Татарстан, большой потребитель нашей продукции. Мы работаем с 2013 года, шьем детские тапочки, взрослые тапочки, домашние. Работает очень творческая, очень интересная. Мы сами создаем новые модели, новые ткани. На заводе поставили на поток и производство балеток и чешек. Без преувеличения можно сказать, что порой чебоксарская обувь вполне в состоянии конкурировать с импортными моделями. Львиную долю на этом рынке сейчас занимают производители из Китая. Юрий Афанасьев преследует амбициозную цель – наладить поставки в крупные торговые сети и сравняться с раскрученными обувными брендами. У нас вместе мы отпускаем порядка 30 тысяч пар обуви. Стараемся выпускать круглогодично, чтобы была стабильная работа зимой и летом. Потому что к зиме готовим одну модель, к лету готовим другую модель. И стараемся все это поддерживать рабочее состояние, поток в рабочем таком состоянии. Материалы мы берем в основном из Подмосковья, российских стараемся использовать, потому что качество наших материалов намного лучше, чем зарубежные бывает. Ну, иногда используем у нас Ивановый, Таганрог. Очень такое, ну, как бы, предприятие хорошее выпускает продукцию. С работой фабрики приехал познакомиться и министр экономического развития региона. Предприятию неоднократно оказывали финансовую помощь. За кредитами бизнесмены обращались в республиканские филиалы ПМБ. Агентство было создано 9 лет назад по инициативе правительства. Микрозаймы предпринимателям здесь предоставляют под минимальные проценты. Сегодня увеличен лимит финансирования, до 3 миллионов доведет он. Потом мы буквально недавно снизили ставки процентные по кредиту. Сегодня порядка 8-7-8% может производственное предприятие получиться у ПМБ. Ну, плюс, как я всегда говорю, что время это самое дорогое, что есть у предпринимателей. Поскольку вывод на рынок продукции, это всегда нужно делать сейчас, а не завтра. Поэтому сроки принятия решения по выделению средств на развитие – это самое важное. У нас в течение недели все эти вопросы закрываются. У руководителя, директора агентства существуют индикаторы, которые он должен выполнять. То есть ему дали средства. Его задача не только распределить их, но и обеспечить создание рабочих мест, обеспечить увеличение налоговой базы, обеспечить увеличение выручки, прибыльности компании, которым он помогает. Поэтому эти все вещи мы отслеживаем, и есть сильность, есть хорошие результаты. Мы, самое главное, переломили ситуацию, когда больше стали кредитовать именно промышленников, именно тех, кто создает конечный продукт. За кредитами в агентство по поддержке малого бизнеса предприниматели намерены обратиться повторно. Первые льготные займы помогли модернизировать технологический процесс. Были приобретены новые швейные машины. Очень выгодное предложение было со стороны АПМБ. Мы с радостью согласились с АПМБ для того, чтобы нам было легче, во-первых, увеличить свой объем выпуска и закупить новое оборудование. Более такое продлодительное, новое АПМБ. Наши оборудования все равно уже морально устаревшие, и стараемся идти покупать новые. Нас очень заинтересовало выгодное предложение от агентства АПМБ и условия погашения этого кредита нам очень даже подходит. Я считаю, что такой бизнес должен развиваться. И приятно, что мы сегодня пообщались с руководством предприятия, видно, что глаза горят, есть планы по развитию компании. Но единственная сложившаяся экономическая ситуация на сегодня, поскольку бизнес такой больше социальный, не скажу, что он особо коммерческий, и рентабельность невысокая здесь, и компании кредитуются сегодня для того, чтобы развиваться, а ставки процентов немножко заглатывают всю прибыль. Поэтому здесь наша роль будет, это именно в перекредитации, более низкий кредит со стороны агентства поддержки малого бизнеса. Поддержку от правительства получило и это ново-чбоксарское предприятие. Займы от регионального агентства направили на покупку специального пресса для древесины. Это оборудование необходимо для увеличения мощностей, увеличения количества выпуска продукции, ну, соответственно, качества. С агентством поддержки малого бизнеса мы сотрудничаем недавно, используемся услугами и рассматриваем приобретение еще ряда оборудований. Поддержка внятная, то есть мы понимаем, для чего нам это нужно. Низкий процент, быстрое решение данного вопроса, то есть минимум временных затрат. На рынке межкомнатных дверей предприятие работает более пяти лет. Сейчас здесь производят свыше 250 моделей с оригинальными узорами и стеклом на любой вкус и кошелек. Спрос на продукцию растет, налажены поставки и в страны СНГ. Покрытые эмалью, сборно-разборные конструкции, то есть работаем как и в среднем сегменте, премиум сегмент, в различных вариациях. Мы сотрудничаем как и с реализующими компаниями, с дилерами, так и выстраиваем розничную сеть в России. На первой все-таки ступени стоит качество и обучение сотрудников. Развивать свое дело без займов сложно, отмечают бизнесмены. Но и обращаться в банки для большинства предпринимателей не выход из-за высоких ставок. В АПМБ кредиты предоставляют под низкие проценты на три года. Руководители Новочебоксарской фабрики подали в агентство очередную заявку. Олег на мобиле сейчас опять подали заявку. К нам они опять также хотят приобрести оборудование. Уже делительный станок, который им позволит нарезать пленку для своих дверных полосин. Достаточно часто обращаются к нам за получением займа именно на приобретение основных средств. Это не только оборудование, но это недвижимость, транспортные средства. Это самоходная техника. Мы очень лояльно относимся к графику, учитываем сезонность в период погашения. Также даем отсрочку на 6 месяцев, что немаловажно, когда покупаешь основное средство. Спрос на микрозаймы от правительства растет и в муниципалитетах. Ядринский бизнесмен Владимир Богоявленский благодаря поддержке агентства приобрел необходимую технику для обработки дерева. Продукцию этого небольшого завода приобретают жители сел для строительства домов. Делаем срубы, непосредственно принимаем заказы от населения. Сотрудничаем с заводами, значит, непосредственно с Ядринским молкозаводом. Им делаем поддоны для продукции. И еще у нас есть крепичный завод. Для них делаем не поддоны, а готовим материал для поддонов. Деревья в основном идут сосна. Сосна – это хвойная порода получается. И непосредственно уже под заказ делаем из дуба березы, осины. С момента открытия в городе Ядрин подразделение агентства поддержки малого и среднего бизнеса было выдано 120 микрозаймов на сумму свыше 56 миллионов рублей. Так как сейчас процентные ставки понижены, агентство клиентов стало больше. Они обращаются за получением микрозайма для приобретения оборудования, транспортных средств и для пополнения оборотных средств. Непосредственно к ним обращаюсь за кредитами. Они идут мне на встречу. Это очень удобно, во-первых, для предпринимателей, потому что у них и проценты невысокие, и долго не задерживают, стараются побыстрее выдать кредиты. Поддержка малого предпринимательства, отмечают в Минеке, оправдывается стократно. Ноли налогов от бизнесменов увеличивается с каждым годом. Свою эффективность доказывает и региональный филиал АПМБ. Эксперты присвоили агентству высокий рейтинг кредитоспособности. За 9 лет здесь выдали свыше 2 миллиардов займов. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжим следить за новостями отрасли. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова